всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале в очередной раз напоминаю что я не читаю комментарии но если у вас появится желание мне что-то написать порекомендовать расклад задать какой-то вопрос вам нужно перейти на главную страничку моего канала и в разделе сообщества под последний постом вы можете оставлять мне свои любые сообщения также я хочу напомнить что если вы подписаны на мой канал под роликом там где отметка того что вы подписаны есть колокольчик не забывайте пожалуйста на него нажимать таким образом вам будет приходить оповещение о новых моих раскладах почему потому что иногда мне пишут о том что у вас давно не было там в эфире либо еще что-то хотя я периодически выпускаю свои расклады вот это как раз таки показатель того что вам не приходит оповещение расклады выходит а вам оповещение приходит вот такое вот вступление и так о чем будет наш сегодняшний расклад вы пока выбираете позиции тайм-коды есть в описании к любому моему видео позиции уже стандартные стали да я камешки не меняю голубой красный зеленый 1 2 3 позиция расклад сегодняшний мне предложила еще в прошлом году до того как мы сменили год до риза жары лгапова тему для расклада который вы видите на близкие родственники как улучшить отношения с ними там в предложении еще было вопрос о том что нужно ли это делать или нет вообще то что связано с вопросом нужно не нужно я даже на консультациях своих стараюсь избегать почему потому что это только вам решать да мы не перекладываем ответственность на таро то есть таро нам сказала я буду делать вот это вот наше желание до получить какие-то гарантии 2 она не работает поэтому эту часть вопроса я убрала уж сами решайте мы рассмотрим у нас будет по 6 вопросов в каждой позиции работать буду на колоде театр кукол посмотрим может быть еще какой-нибудь возьму вот но такая тема достаточно приземленная поэтому я и выбрала эту колоду надеюсь вы уже успели выбрать позиции отложим и мы приступаем позиция номер один голубенький камешек будем рассматривать ваши взаимоотношения с родственниками первый вопрос звучит следующим образом кто ваши родственники давайте я попробую сейчас посмотреть что ваши родственники либо один какой-то конкретный родственник с кем возможно у вас не складываются отношения так кто ваши родственники я сказала с кем не складываются отношения здесь человек с которым вы как-то вот не можете найти равновесие да вот какой-то вот баланс человек который работает либо хочет здесь ощущение того что вот как будто бы у вас сейчас прерванные отношения с этим человеком да и вот есть здесь желание я не знаю с какой из сторон с вашей либо с его возродить вот эти вот отношения да то есть прийти все-таки к равновесию взаимоотношений дело в том что здесь вот как будто бы не можете найти как-то здесь не в том деле что кто-то перетягивает одеяло на себя а здесь вот как то вы не можете найти баланс между тем а как же с этим человеком общаться то есть общаюсь хорошо не идет вроде бы обижаюсь тоже не получается здесь такое ощущение что ты как будто бы пробовать и выстраивать эти отношения и все никак не получается и и подсказка сразу здесь нам говорит о том что надо как-то эти отношения возродить заново начать но не не так как было раньше а как-то по-другому все уточню во первых здесь нужно сразу проявлять рекомендации уже пошли как-то странно и ладно проявлять интерес к этим отношениям то есть сразу карты показывают то что вам нужно определиться для себя насколько вам эти отношения нужны важны в каком вообще ключе вы можете развивать взаимоотношения с этим человеком да с этим родственниками бы с нескольким тасс кем в этом кого там загадали здесь чувство что вам не интересно да какая-то вот просто формальность может быть в рамках какого-то праздника просто встретились так поздоровались и и и все но здесь вот у меня идет такое ощущение что как будто бы вот на вас давит я не знаю может быть ваша семья вот какое-то окружение близкое что надо да надо вот это вот надо в рамках приличия да то есть вот ну поздороваться вам вам как будто бы не интересно но вот из-за того что вот это вот надо для кого-то а но вы как будто бы не то что идете на поводу у желания да вот этих своих людей которые на вас давит а вот просто чтобы ну как этот не то чтобы отмазать чтобы вас оставили в покое уже ладно да уже сделаю я этот шаг да то что там ты хочешь то есть чувство как будто бы кто-то старше вас вам говорит что ну так надо да вот здесь вот почему-то видимо из-за того что тему предложила риза а я так понимаю что она живет где-то там в казахстане может быть бишкеке где-то там средняя азия вот здесь вот это вот ощущение именно востока в контексте уважения да когда мы не то чтобы подчиняемся в старшим а осталось еще вот это вот уважение того что она даже навязанное да что так надо не потому что я хочу тебя уважать а просто потому что так принято да вот какие-то вот традиции здесь вот вопрос вот этого традиционного влияния на вас не забывайте да что я считываю не саму ситуацию а вот именно энергетику поэтому если вам как-то не откликается да невозможно просто можете перезагадать на другую позицию но вот здесь вот идет вот такое ощущение что вам отношения вот эти вот с этим человеком они вам ну не интересны вы прикладываете как будто бы усилия для того чтобы как-то возродить эти отношения но заинтересованности вашей по крайней мере я не вижу с вашей стороны вам во первых вы не понимаете зачем вам это нужно да а во вторых а вам человек здесь не интересен давайте я просто посмотрю о каком человеке здесь речь идет здесь у меня идет мужская энергия это не говорит только о том что это может быть мужчина это может быть женщина но с мужским характером здесь вот идут родственники которого загадали здесь один человек у него такие достаточно мужские энергии на человек у которого на самом деле очень много комплексов у самого где-то знаете в глубине души сам неуверенный такой человек но при этом внешне он позиционирует себя как такого знаете не то чтобы я все знаю а вот уверенный да хотя внутри происходит абсолютно противоположное да то есть это человек любит собирать вокруг себя людей как-то им что-то рассказывать где-то иногда такая знаете некая надменность проскальзывает такое ощущение что этому человеку просто элементарно не хватало в детстве внимания либо на данный момент не хватает внимание вот она здесь мне кажется идет достаточно взрослый мужчина с опытом человек да и вот здесь вот вы как будто бы либо его зеркалите в чем-то до либо у этого человека есть все-таки я склоняюсь что это все-таки мужчина у этого человека есть какие-то травмы непосредственно связаны с его женой с его женщиной дат либо здесь точечно для кого-то информация жена умерла у этого человека и у него вот а вот какая-то вот это вот травма боль есть либо в детстве не в детстве а вот юность первая любовь может быть какие-то проблемы взаимоотношения женщины не со всеми одна вот которая ему запала и вот она как-то очень сильно повлияло на его характер и вот этот вот человек он оттуда у него идут вот эти вот какие-то комплексы хорошо смотрим дальше в отношении этого человека либо вашего родственника родственников не за кого там загадали к вам отношение этого человека к вам но скорее всего здесь сам человек разрушил здесь идет разрушение разрушила отношения и как результат да вот вы с ним не общаете скорее всего здесь было его решение принято до пойти вот я не знаю прям отдалиться от вас на не общаться с вами не общаться отмечай вопросики знаете здесь чувство что вы как будто бы ему показали не не на может быть словесно может быть как-то своим поведением были не согласны и показали ему его вот кто он есть как будто бы вывели его на чистую воду и задели его за живое здесь вот как будто бы ранили что-то может быть сказали здесь какой-то разговор может быть был и что-то здесь было сказано здесь знаете может быть это дядя ваш да но это не отец и не брат а здесь может быть дядя до который например как-то каким-то образом может быть в детстве вам говорил указывал как-то на какие отношения как вам выстраивать вот здесь вот вопрос взаимоотношений между мужчиной и женщиной очень ярко идет со стороны этого человека и он рассматривает эти отношения через призму своего собственного какого-то болезненного опыта и здесь идут постоянно какие-то разногласия то есть они могут рассматривать смотрите шире да не то что допустим не там 60 лет а каких отношениях ты говоришь да здесь может быть человек который постоянно каким-то образом имел влияние на ваши семейные отношения то есть не тогда когда вы были только молодой либо молодым а вот здесь какое-то влияние который постоянно говорил что не надо так себя вести да вот как какое-то вмешательство было обычно говорят а свекровь лезет а вот а здесь вот как будто бы со стороны этого человека все время какие-то вот ощущается нравоучения причем он как будто бы носит какую-то маску да вот чувство как будто бы через вас он какую-то свою жизнь проживает и вот то что он не смог своей жизни что-то исправить вот через ваши какие-то взаимоотношения не то чтобы утверждается а он проживает как-то свою жизнь вот вы для него зеркало и все что происходит с вами он как-то вот вовлечен ваши взаимоотношения но здесь вот было то что либо вы ему что-то вы сказали либо вы ему что именно здесь произошло ну как будто бы пошли знаете своим путем вы не то чтобы чтобы что то как-то грубой сказали этому человеку а как-то знаете не побоялись не побоялись идти за своей мечты не побоялись эти вот своим каким-то путем не побоялись не знаю создать как-то свои отношения так как вы хотели так как вы видели на то есть и этому человеку не понравилось ваше отношение к этому человеку здесь прям вот конкретно к этой истории если вам не откликается посмотреть другие позиции вот а ваше отношение к этому человеку вот карта продолжает рассказывать о том что вы следуете какой-то своей жизненной позиции да то есть вы как будто бы здесь знаете еще что может быть когда идет выбор своего пути да я не пойду учиться туда куда ты меня хотел бы чтобы я пошла я пойду учиться на того человека которого я хочу из такой ощущение знаете вот какое-то вот подростковое бунтарство но причем достаточно зрелом возрасте то есть но это примерно если вам там 35-40 лет да и казалось бы у вас уже и семья есть и вы можете все самостоятельно мыслить я вот не случайно сказала про восток и вот про это уважение все равно как будто бы вот идет с оглядкой на этого человека в какой-то момент вы как будто бы сказали нет все то есть я по теперь пойду своим путем то есть хватит я уже достаточно зрелый взрослый человек я уже сама могу решать вот ваши отношения вы как будто бы двинулись дальше для того чтобы собирать вот как-то плоды своих собственных результатов то есть не опираться здесь может быть даже так что вам человек сказал что я не буду тебе больше помогать финансово да то есть ну если ты такая умная идея реализовывайся самостоятельно и не то чтобы вас выгнали из дома а вот как будто бы знаете как будто вам сказали косвенно о том что ну ну и дети я посмотрю как ты прибежишь и будешь меня просить и вот как только ты прибежишь и будешь меня просить и скажешь что ну типа я была либо я был неправ вот тогда я как-то более строгие меры приму по отношению к нашему взаимоотношений то есть такое ощущение что человек вроде бы вас отпустил но как будто бы вот за вами наблюдает и ждет а как эта ситуация будет разворачиваться то есть чтобы ты придешь вот у него такое ощущение что вы как будто знаете обычно при бежишь на коленях больше просите умолять меня да здесь вот прямо понимаете столкновение вы никак не можете договориться это ваше отношение с этим человеком вы не можете прийти к комната консенсусом абсолютно да даже к компромиссу здесь у каждого свои взгляды здесь ощущение вот прям как этот борьба не борьба поколение да а вот прям разные взгляды поколения одно поколение одно говорит другое другое и вот друг друга не можем понять да нету вот этой вот радости нету эмоций здесь не то чтобы этот человек вас как-то еще бы и ограничивал а здесь понимаете вот какая-то детская такого бунтарства да то есть я пойду на зло как говорил моя мама да на зло кондуктору куплю билеты пойду пешком и вот здесь вот какая-то вот такая ваша ситуация не могу сказать что вы правы либо только этот человек прав но вот здесь вот видимо какой-то у вас урок должен быть да то есть вы где-то упрямничаете но с другой стороны вы получаете какие-то уроки и этот человек тоже как-то в чем-то может быть упрямничает по отношению к вам у него тоже свои уроки да здесь вот как-то к это такая ситуация вот давайте посмотрим что между вами сейчас происходит а вы знаете вы как будто бы друг за другом подглядывать вот такая классная карта вот я вам покажу может быть у вас какие-то инсайты пройдут видите женщина стоит смотрит в глазок а парнишка смотрит в скважину да как этот куда ключ вставляет не помню как называется вот вы как будто бы друг за другом наблюдаете но здесь вот есть еще такое знаете общение нету но есть возможно есть какие-то воспоминания из вашего прошлого как когда-то было да вот здесь если вы женщина девушка посмотрите прям на эту картинку да когда я говорила мужчина да здесь девочка сидит на плечах у мужчины да как будто бы они прогуливаются то есть вы возможно но сейчас вы не общаетесь точно вспоминаете как это было так когда-то когда в детстве да вот здесь такое ощущение что и присутствует любовь присутствует к этому человеку какая-то такие вы знаете добрые отношения теплые есть присутствует эта теплота но где-то возможно как-то эгоизм и ваши столкнулись да вы хотели доказать что-то одно хотел доказать что-то другое но вот в душе как будто бы вы вспоминаете вот эти вот прошлые мгновения теплоты когда вот было хорошо может быть время как-то проводили вместе вот какие-то вот воспоминания такие детские теплые но сейчас между вами точно ничего не происходит такое знаете воздержание он возможно за вами наблюдает а вы как будто бы вот такая холодная непристойная да я занимаюсь своими делами и я воздерживаюсь от общения с тобой я как будто бы сейчас здесь какая-то знаете еще такая хитрость в душе это вам не хватает на самом деле не случайно я сказала вот эти воспоминания вам не хватает общения с этим человеком вот но здесь даже не то чтобы вы ждете чтобы он сделал какой-то шаг но здесь вот такое чувство что вот все здесь двоякое ощущение с одной стороны как будто бы не хватает этого человека а с другой стороны мне не холодно да мне этого них вот я я не буду ничего делать да не потому что я жду с как-то с его стороны какой-то шаг ко мне навстречу а просто мне не хочется с тобой общаться но с другой стороны мне тебе не хватает я не знаю как вам объяснить вот это вот двойственную вашу какую-то оппозицию то есть даже если ты придешь я все равно не буду с тобой разговаривать но при этом я по тебе как будто бы скучаю скорее всего даже не по этому человеку а вот каким-то воспоминанием да вы как будто бы по себе в прошлом скучаете по тому кем вы были тогда потому как вы какие-то вот моменты ваши воспоминания но сейчас на данный момент вы достаточно холодны здесь вам вам самой сейчас не хватает какой-то теплоты и мысль у вас даже не стоит о том чтобы как-то возрождать эти отношения либо что-то делать какое-то замирание произошло холод вам как будто бы вообще сейчас не до этого человека есть какие-то другие более важные моменты когда можно о чем-то подумать да ну то что нужно сделать сейчас энергию надо как будто бы направить на какие-то другие дела не выстраивания но взаимодействие с этим человеком нужны ли вам эти отношения давайте посмотрим а здесь даже вот то что я и говорила да нужно не нужно это ваше чисто личное но здесь такой осталось боль какие-то слезы не выплаканные для того чтобы как-то завершить том-то боль которая есть у вас там здесь вот какие-то эмоции есть эмоции которые не не помогают вам взлететь дальше то есть знаете вроде бы кому-то бы вас человек условно говоря отпустил и сказал окей иди реализую себя до своей жизни так как ты хочешь а другой стороны то как он сказал вот как будто бы было не с добрым сердцем и не узнаете как будто бы нет благословения да это вот такое бывает даже и в браках вроде бы я нашел для себя человека с которым хочу жить но нету вот этой вот нет этого благословения да вот этого доброго слова от родителя вроде бы она и не столько и важно это то есть и без него можно жить но все равно на душе есть какой-то вот этот вот неприятный привкус неприятный такой осадочек горький и вот он не дает покоя да он не дает возможности взлететь он не дает вам силы двигаться дальше понимаете как будто бы есть какая-то вот привязочка дака что-то за что-то еще держит что-то еще двигает и вот это вот боль такой неприятный как как я пойду да вот даже не чувство может быть вины где-то в какой-то степени вы даже не понимаете за что но остается все равно вот это вот вина даже не то что вы сказали что а вот скорее всего ваш поступок да вы поступили правильно но ощущение того то есть а почему мне нет на душе не хорошо это вы знаете вот это вроде бы я принял правильное решение да и я сделал то что я хотел а мне от этого не хорошо и вот здесь вот это вот ощущение понимаете оно вам не дает дальше двигаться поэтому просто нужны ли вам эти отношения или нет но они могли бы дать вам некую такую опору для того чтобы как-то в жизни двигаться конечно же и без них вы сможете прожить нормально но вот это вот чувство она вас просто не не отпустит вот с ним надо что-то сделать что поможет вам укрепить или улучшить ваши отношения если все-таки решите так интересного плаката горит некорректно задан вопрос хорошо давайте я по-другому спрошу будет ли возможность будущем да как-то наладить эти отношения да будет будет у вас если вы захотите все-таки примите решение да будет у вас возможность такая да причем достаточно легкого вам надо захотеть да вам надо захотеть вам нужно понять на самом деле что дают вам эти отношения потому что здесь карты показывает то что вам дают какое-то вот единение до объединения опору то на чем как-то как бы так сказать вот хороший тыл да вот мы говорим опора причем самое интересное что пока не будет выстроены вот эти вот отношения да пока вы во внешнем мире не почувствуете вот эту вот опору почему-то этот человек все-таки для вас очень важен вы внутри себя не будете ощущать да потому что внешне это отражение вашего внутреннего то есть если вы не можете найти опору внутри себя вы не сможете и на кого-то опереться и вовне то есть вот как будто бы этот человек как у вас урок здесь ним хочется посмотреть так ожидание здесь обновление должно как будто бы ждете а здесь проявление силы понимаете кто кого укротит я же говорю эгоизм и здесь урок непосредственно на по эгоизму насколько вы сможете сумеете договориться до ожидания того кто вообще сделает первый шаг я или другой человек и даже вопрос не в том какой шаг вы сделаете то сделает его первым а вопрос а что дальше делать да то есть дальше как выстраивать взаимоотношения вы не можете договориться на вы не вы не слышите друг друга вы не понимаете друг друга здесь как будто бы вот огромная бездна между вами и кто-то кого-то даже должен укротить да то есть может быть он даже кажется таким грозным и сильным а на самом деле вот под этим под это за этой ширмой за этой маской в этой шкуре то скрывается какой-то вот то что я сказала человек закомплексованы какая-то не анти это под шкурой барашка скрывается наоборот под шкурой льва скрывается барашек на самом деле то есть какой-то такой достаточно мягкий вы наоборот в силу разницы возраста как должны казаться более слабее но внутри вас вот это вот сила все-таки присутствует и здесь вам нужно понять если это происходит во внешнем мире то внутри вас какая борьба идет с какой как какие части вас не борется между собой да и за что где внутри себя вы как-то не можете договориться как только вы вилла то этом разберетесь ваши отношения не смогут выйти на другой уровень ну то есть снова наладится если вы этого пожелаете здесь вопрос от вас зависи до что вы хотите что вы за в этих отношениях да но здесь однозначно идет урок так вот такая вот у нас была первая позиция так мы с вами переходим позиция номер два красненькому камешку так и посмотрим тут кого мы затронем сегодня да кто ваши родственники с которыми у вас не очень хорошее отношение где знаете здесь ощущение как будто бы это какая-то вот компания да почему-то три женщины хотя на карте дверь и один мужчина а у меня идет на эти три женщины причем абсолютно разного возраста кто-то из них есть помпа помладше помоложе ну то есть как будто бы их как-то связывает знаете как семья до бывает например бабушка мама и дочка либо племянница вот здесь три как будто бы три поколения либо три женщины но они как-то связаны между собой какими-то узами кто еще ваши родственники кого мы не показывают рассматриваем что давайте посмотрим на этой колоде здесь у меня такое ощущение знаете как сказки золушка вот ей богу да вот вы как будто бы ты это золушка и есть мачеха и еще две сестры либо там двоюродная сестра да то есть ну допустим тети две двоюродные сестры причем они на вас как-то вот выезжали постоянно с детства да это принеси это сделай мне вот здесь вот как-то ну нагружали на вас какую-то ответственность да почему-то вы должны были что-то да да им должны что-то были до все время да то есть когда вот они так себя позиционировали что не знаю возлагали на вас какие-то надежды большие либо вы должны как-то были их оправдать знаете как бывает например в семье кто-то должен обязательно там закончить высшее образование до чтобы им как-то гордились а вам возможно это и не совсем то и нужно было данного здесь вот чувство того что ты ну то есть мы в тебя вкладывались там себя и сиду такие речи как-то лишались себя ради тебя а ты вот как будто бы такая вот неблагодарная либо какой-то такой неблагодарный да если речь идет о мужчине либо из-за того что вы просто женщина вот ваша родственница одна которая главное да вот она как будто бы выбирала почему-то ребят мальчиков да вот только из-за того чтобы были не того пола который ее как-то вот устраивал здесь идет какой-то вот пренебрежение вами но это не ваша мама здесь человек здесь вот я говорю знаете здесь одна женщина а 2 как будто бы как я сказала либо дочери и и либо чуть помладше и вот та которая постарше вот она как будто бы манипулирует а те которые помладше они подыгрывают ей да вот они как этот кукловод с куклами на за какой ниточку она потянет они вот так и действует ну вот точно как сказке золушка да что это за человек он как будто бы знаете самостоятельно ничего не делать только будто контролеру просто контролирует ситуацию да за нужную отдает приказание и вот эти люди они как-то вот по отношению к вам ведут себя аналогично с теми командами которыми переняли от этого более зрелые женщины поскольку ситуацию который я описываю и точно если вам не созвучно посмотрите либо другую позицию либо сегодня вот действительно не ваш расклад я редко когда говорю такое но вот здесь вот прям сегодня конкретно не замуж колоду я такие взяла но они прямо конкретной ситуации описывают вы давно знаете этих людей может быть даже кто-то из них вот из этой троицы да уже как-то может быть они имеют какое-то отношение допустим тетя это да потому что здесь показывает что один человек уже покинул этот свет не вот и он имел какое-то отношение вот к этим родственникам да то есть допустим например если ваш папа уже не жив но вот тогда это было его сестра на вот который мы сейчас рассказываем либо его брат ну да здесь один человек уже покинул этот свет вот и а эти люди они кровные родственники тому кто уже не с вами так хорошо их отношения к вам две карты на самом деле они просто за вами как будто бы наблюдает я не могу сказать что как-то они с вами напрямую взаимодействовать на данный момент да они как будто у вас под лупой рассматривают ваше поведение что вы делаете ну вот здесь идет наблюдение да может быть даже и сравнение того как вы может быть зависть даже кого-то есть да но постоянно они вот две карты выпали обе на обеих так интересно лупой изображена да когда человек вот хочет что-то понять что-то узнать да как-то рассмотреть очень много интересуется допустим вами вашей деятельностью до вашими планами что вы делаете очень много то есть весь фокус внимания и вот здесь вот поскольку есть лупа я могу предположить что пока он не знает либо она что у вас там происходит и вот как будто бы но не хватает этой информации мы хотим узнать побольше до высветить вот эту вот ситуацию до не хватает информации я не могу понять здесь наверно вы не общаетесь на данный момент причем они как будто бы позиционируют себя как открытых людей да что вот я открыто могу высказывать все что хочу надеюсь вы как будто бы вот из-под тишка идет причем не то чтобы что-то плохое а вот здесь вот может быть даже действительно еще и зависть есть о том что а как этот человек себя ведет и я тоже может быть что-то а перениму из его позиции как будто бы разузнать вот хочу узнать и вынюхивает вот что-то вынюхивает для чего а чтобы потом управлять ситуацией на между вами которые есть чтобы потом как-то в жизни было так чтобы она как-то она была стабильная вот вы чувство вы как будто бы каким-то образом просто своим присутствием угрожаете этим людям не словесно а вот просто из-за того чтобы есть им как будто бы не спокойно здесь знаете здесь еще может быть то что идет как-то что-то связанное с недвижимостью и вот поэтому им допустим очень важно наблюдать там продали вы квартиру не продали что какие у вас там мысли что как а чтобы понимать в нужный момент да но как будто бы вас обхитрить сделать какой-то шаг перед тем как вы сделаете вот просчитать ваши шаги то есть держать вас на коротком поводке не для того чтобы что-то там манипулировать сделать нет а для того чтобы быть на готовности опередить любые ваши действия чтобы чувствовать себя как-то на высоте до да они как будто бы самостоятельно не могут двигаться вперед и вот глядя на вас но здесь точно какая-то зависть идет да вот вы делаете и мы так будем делать как-то самому самих мозгов не хватает и они как будто бы живут с оглядкой на вас здесь как-то так ваше отношение к ним а вы очень умны вы или проницательный вы прекрасно понимаете можете предугадывать их поступки и причем знаете еще такая бывает как будто бы наживку какой-то вот подбросили до ложную вот эти люди как-то среагировали и вы ну получаете удовольствие до смеетесь как я вас обыграла да либо обыграл вам не хватило ну то есть поймались на удочку да вот здесь вот как-то так вы намного проницательнее вы понимаете да вы держите их на расстоянии но при этом очень хорошо считываете их шаги что они будут делать как они будут себя вести и вы их опережаете поэтому это злит понимаете ну то есть как так да вроде бы я за не наблюдаю вроде бы я понимаю смотрю там что-то анализирую меня все время обыгрывает вот какая-то здесь игра идет понимаете в кошки-мышки но вы в любом случае пока на шаг вперед да здесь вот прям ваша причем ваша хитрость заключается в блокад выбора так интересно какую позицию вы возьмете то есть иногда точно вот вы с ними играете хочу с тобой общаюсь не хочу не общаясь хочу буду хорошая не хочу не буду хорошая иногда бывает так чтобы на зло как будто бы вот сейчас я покажу выигрыш что-то да почему я говорю на зло не потому что вам это надо а потому что как-то ваш успех и их он их цепляет на как-то вот бесит раздражает и вы как будто бы становитесь здесь достаточно успешно не потому что вам это надо а потому что вас забавляет вот это вот игра как вы играете с этими людьми но здесь вот общение но какой-то у вас избирательное на то есть я когда захочу как я и сказала да тогда и буду с вами общаться здесь вы на шаг вперед либо на ступеньку выше их что между вами сейчас происходит не знаете здесь может быть даже родственники но которые являются вашими партнерами может быть вас общий бизнес какой-то есть сейчас между вами почему я это сказала потому что мы были карты показывающие вот какое-то укрепление ваших идей то что сейчас происходит между вами какие-то идеи у вас есть которые вы хотите реализовать и вы понимаете что вот эти вот люди они как-то вам нужны ну такое вот бывает допустим вас есть одна компания а у этих людей есть другая компания и вот ради какой-то общей выгоды вам нужно как будто бы объединиться соединиться да но здесь вопрос том что прибыль будет достаточно большая но есть вот это вот неприязнь не то чтобы опасения да как вы будете взаимодействовать с ними а вот какая-то просто неприязнь вам не нравится с этими людьми общаться но из-за того что это все-таки бизнес да вы как будто бы вынуждены но это сделать но вы понимаете что если убрать в сторону личные отношения да и оставить только профессиональные то это будет во благо и вот поэтому сейчас идет какое-то укрепление ваших идей вашего желания не выпадает карта трудолюбия но может быть даже если это допустим не профессиональная сфера как-то вы все-таки решили либо эти люди здесь обоюдное как-то поработать поработать над тем чтобы выстроить знаете чувство будто дали второй шанс да либо еле либо обдумываете да как дать второй шанс как вообще можно поработать над тем чтобы укрепить эти отношения что-то такое нужны и вам эти отношения нет возможно здесь все-таки женщины нужны ли вам эти отношения давайте посмотрим ну да они дают вам знания они дают вам разнообразие они являются частью вас поэтому как знаете это как мы говорим внутри нас есть очень много грани есть очень много наших черт характера и вот здесь вот возникает вопрос если вы одну грань своей жизни сотрете пускай даже это будет какая-то не очень приятная да там упрямство либо лень я уже все равно теряете себя то есть это вот этого части она все равно несет себе какую-то энергетику и вот здесь вот примерно такое же то есть если вы будете смотреть на этих людей не в контексте ты чужой да хоть и родственник да ну ты чужой а в контексте того чему я могу научиться что я могу узнать о себе да о своих каких-то поведениях о своем характере через этих людей то есть вот эти люди они как-то расширяют ваше понимание о себе в первую очередь и в дальнейшем о мире но здесь очень глубокие такие знаете картинка на которой изображено очень много ракушек а в ракушке есть с одной стороны вот этот вот гул звук а с другой стороны ракушка все-таки является частью моря то есть это хоть и маленькая но частью моря да и поэтому вот этот вот звук до моря до прибоя волн который мы можем слышать в ракушке она и говорит о том что напоминает то есть они каким-то образом напоминают вас в чем-то и если копнуть здесь мы идем в глубину если копнуть и вот в эту глубину то эти люди они могут дать вам много знаний а вы сможете понять себя лучше через них и здесь вот как-то знаете ваше одиночество она каким-то образом связано с этим реализация ваших желаний они как-то связано с этими людьми я не могу сказать что эти люди конкретно вам причинили какую-то боль но здесь вот ваше уединение по поводу того что я то и знаете вот как будто бы с этими людьми вам легче опять-таки возвращаясь к профессиональной сфере легче реализовать свои какие-то желания если опять-таки непрофессиональная сфера хотя она здесь очень фонит то как-то вот с помощью этих людей как будто бы принимая их вы сможете реализовать какие-то свои желания и не знаю какая связка здесь есть не то чтобы они вам напрямую как-то помогут а вот будто принятие их вы ощутите большую целостность и увидите внутри себя возможно для реализации вашего желания здесь есть что-то такое что идет из прошлого что вы хотели бы стереть и своей памяти и вот эти люди вам как-то показывают что это может быть что поможет вам укрепить или улучшить ваши отношения убрать свою одержимость сопротивлению до убрать вот свою привязанность к тому как бы вы хотели чтобы эти отношения развивались вообще любая одержимость иногда невозможно вы становите в каких-то моментах чрезмерно упрямыми да вы стучитесь какие-то двери которые которые либо закрыты для вас и вам туда не надо либо еще время не пришло да то есть вот это вот ваше желание да я хочу и я это получу просто потому что я так решил вот это вот возможно вам нужно убрать она вам мешает знаете проявить больше любопытства любопытство по отношению к этим людям не в контексте а что там у тебя в жизни происходит а именно включенности да то есть поинтересоваться действительно то что вы считаете думаете об этих людях это действительно так что у них вот в душе да а что действительно происходит это не значит что вы должны к ним приходить и вызывать их на какой-то откровенный искренний разговор нет а вы просто можете больше наблюдать за их поступками за их разговорами больше созерцать вот здесь вот вы себя узнаете через них даже где-то и вам делать первый шаг по отношению к ним проявлять себя больше да чтобы быть более понятным как-то спокойно более спокойно ко всему относиться в отношении них их вам нужно двигаться в сторону карта рекомендует все-таки двигаться в сторону восстановления этих отношений видимо они пока для вас важны и значимы даже если вы внутри себя и не хотите этого признать такая была вторая позиция красненький камешек и мы с вами переходим позиции номер ты зелененькому камешку так троечка как идет расклад я так понимаю что он достаточно точечные поэтому вы слушайте если описание к вам не подходит вот в этот раз действительно расклад не для вас но я имею ввиду либо позиция либо вообще расклад не для вас потому что мне дают показывают какие-то конкретные ситуации сегодня кто ваши родственники троечки кого вы тут загадали с кем хотели бы улучшить отношению кто ваши родственники знаете люди хочется сказать таки бесшабашно либо достаточно молодые по возрасту либо набора чрезмерно взрослые которые уже хочу сказать такой знаете старческий маразм да то есть когда уже наступает вот это вот не зрелость да либо юношеская либо возрастная какая-то да такая вот глупость какой-то степени люди которые ну вот живут как-то сами по себе в свое удовольствие без каких-то рамок беспринципные люди которые ну вот идут по своей жизни так как они хотят я не могу сказать что они какие-то вот плохие либо хорошие мы не сами семена уме они непредсказуемые да как-то вот легко идут по жизни чего-то ищут там до в чем-то стараются разобраться что-то осознать причем может быть путешествует достаточно много да то есть люди без каких-то рамок и границ на те которые может быть даже занимается каким-то развитием на духовными практиками может быть но однозначно люди которые много читают и многим интересуются которые понимают себя или постараются по крайней мере либо идут в этом направлении мне показываю что здесь они много путешествует если даже это не физическом плане путешествия то это могут быть фантазиях да вот может быть слышатся где-то в разговорной речи вот если бы у меня были деньги да я бы например вам туда поехала либо вот туда съездил причем здесь какие-то солнечные теплые страны вот человек который хочет посетить может даже рассказывать если здесь один человек я не знаю каком количестве мы говорим а здесь тоже опять-таки как-то больше склоняюсь к мужской энергии причем если мы говорим о родственнике да здесь если вы допустим достаточно взрослая женщина то это может быть даже ваш сын взрослый который хочет путешествовать а то что энергия такая где-то человека около 20 лет до вот 20-24 где-то вот такой возраст почему-то я вижу юного парня молодого который я я хочу познать ими да то есть я я хочу попутешествовать чем такой достаточно экстремал атлетического телосложения которые например может путешествовать отостопом ну то есть даже билет не покупать вот какое-то такое знаете легкое достаточное отношение по жизни да но при этом нельзя сказать что вот он глуп да он такой человек который во всем находит какой-то смысл да то есть в разговорах он может вам сказать что дайте какие-то ответы такие что вот у вас прям глаза открывается то есть откуда ты это знал да какие-то вот мысли такие очень глубокие невзирая на опыт можно сказать что он даже не то чтобы почитал а вот ну какие-то очень глубокие мысли те которым вы возможно шли годами чтобы понять и осознать а у него здесь они как-то приходят на легке он понимает у него легкое достаточно отношение к жизни и и мне изначально показывали как будто это взрослый был человек да вот я говорила вот этот старческий маразм сейчас мне показывает что это скорее всего ваш сын и как-то здесь идет непонимание между вами и этим человеком потому что у него есть желание действительно жизни да я хочу я хочу ее познать я хочу прям попробовать все прежде чем допустим я создам свою семью и и я не хочу уделять время там обучению там в институте в университете где-то еще я хочу узнать жизнь из первых рук вот то есть здесь такое прям хочу везде побывать хочу все попробовать а вот здесь какое-то такое понимание мне прямо интересному мужчину давайте я еще посмотрю кто он и что да вот я сказал ведь и мужчина прям парень выпил молодой мужчина который знаете в первую очередь хочет себе как-то что-то доказать то есть у него здесь такой этап естественного такого взросления когда я хочу проверить свои силы то есть если сейчас пока я молод и здоров не попробую то есть когда я это сделаю и его его никто не понимает его может быть какие-то моменты осуждают да тыкают его в его молодость но вот невзирая на своих да он он достаточно не хочу стать умен а хочется сказать мудр община мудрость приходит с возрастом с опытом у него нет опыта но у него есть внутренние вот этого чуйка которая ему говорит что и как надо если в этом вы узнали до того своего родственника может быть племянник даже если не сын на то слушаем дальше если нет просто вам не подходит но не смотрите сегодня точечно идет расклад его отношения к вам а он от вас отвернулся на здесь выпадают отшельник он отвернулся он куда-то направлен свой мир ему интересно узнать то что есть внутри его познать вот эту вот искру свое собственное пламя может быть это вас и раздражает что вы его не понимаете да ему скучно ему скучно с вами ему скучно он не он закрыт данный момент даже не потому что он закрыт от вас а то что у него есть внутри него его мир ему интересен намного больше чем вы хотя конечно же знаете так интересно иногда бывают такие моменты они кого всплеска эмоционального да и вот тогда вот у вас все как классно круто и на может человек вам открывается что-то рассказывает причем у него прекрасное чувство юмора человек может писать с грамматическими ошибками но он очень много читает и иногда это вот кажется достаточно странным то есть ну блин при твоем прочтении столько книг стольких книг да и литературы причем литература может быть такая достаточно философская глубокая где нужно размышление а вот ты остаешься неграмотным человеком в понимании до орфографических ошибок на что может здесь сказать что вот в наше время это не столь важно на то есть гаджеты сами исправят зачем мне правильно писать такое легкое отношение вот когда этот человек все-таки выходит из своего какого-то уединения от сравнения от вас бывают такие эмоциональные всплески тогда вам действительно круто общение бывает такое но веселое радостное вы можете даже я не знаю если вы его мама либо тетя да он может вот так знаете подойти к вам сзади и начать вас кружить на и вы ой 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 голова кружится то есть остановили как-то вот прыгать вокруг вас ну вот что-то такое да ребячество какое-то такое и вот это вот вам нравится да либо пощекотать либо подколоть как-то но с хорошей точки зрения да то есть так не то чтобы вас вы сметь радостно и вот в эти моменты вы чувствуете себя как-то очень маленькая девочка только знаете даже не девочкой а девушкой молодой да ему под стать за где-то там около 20 когда можно поселиться по ребятам как будто бы на качелях может быть вам действительно и на качелях на это то есть иногда выходит прогулять и он давай я тебя покачили вы что ты какой я мне сколько лет да давай давай вот какой-то такое знаете бывает какая-то такая вот эмоциональность игривые игривые то есть ну человека вы достаточно позитивный по жизни я не могу сказать что-то негативное о нем нам достаточно позитивный человек четко знает что он хочет даже невзирая на то что он не может вам описать словесно допустим а свой путь и то что он хочет но интуитивно он понимает куда ему нужно идти и он доверяет вот этому своему внутреннюю вызову очень позитивный человек извиняюсь так ваше отношение к нему но вы хочу все знать до манипулятор час ну ваше отношение к нему она какой-то цикличное да ну то есть помогу я хочу решать твои задачи я хочу быть в курсе вашего твоего твои дела что там и как все время все узнаете все время вам все любопытно я тебе могу подсказать а вот человек не опирается на вас да то есть ему не нужен ваш опыт ему нужно ваше просто принятие и вот и знаете какое-то даже партнерство такое что окей я согласна да то есть хочешь туда пойти окей я в тебя верю какой-то такая вот поддержка больше нужно нежели вот эти вот манипуляции управления этим человеком иногда у вас бывает вот это просветление пробуждение вы ему это даете краски в те моменты наверное а ваши отношения выстраиваются но не какие-то цикличные цикличные все как-то по кругу ваше отношение но вас личные какие-то травмы боли есть ваши собственные ваши страхи по отношению к миру недоверие и поэтому здесь возможно вы как будто бы ваш вот этот вот контроль и манипуляцию она связана как проявление своего рода некой такой защиты по отношению к этому человеку то есть вы его как будто бы защищаете но оберегаете от того что а вдруг кто-то тебя обидит да потому что у вас нету доверия к себе доверия к миру и а у него на борту это много и этого много и здесь вы как будто бы понимаете оберегаете его говоря что куда ты лезешь да вот там это будет там это он вы друг друга не понимаете потому что вас абсолютно разные полярности да у него полное доверие а у вас полное тотальное недоверие дает вы друг друга не понимаете и вы с высоты своего опыта и времени может быть статус да вы говорите нет так надо да здесь у вас и страхи да здесь ваши страхи может быть кто-то действительно боится потерять этого человека знаете может быть воспитывали его в одиночку и вы это возникает такой страх что я если ты уйдешь то какая-то вот привязка понимаете не нехорошая нездоровая привязка не не то что вот прям все запрещается человеку не да просто к уже в таком возрасте есть человек должен двигаться дальше самостоятельно по жизни вы чувствуете какое-то свое одиночество что если ты уйдешь да ну тогда смысл моей жизни теряется то есть а как я не могу одна то есть возможно здесь привычки даже могут быть да то есть мы привыкли столько времени все время вместе все разделяем вместе а тут вдруг ты покинешь родительский дом и дальше как и что то есть вот здесь какие-то такие моменты не то чтобы что там не на здесь скорее всего больше не до понимания так что между вами сейчас происходит давайте посмотрим какое-то отсутствие эмоций отсутствие чего еще я спрошу нету какой-то вот мягкости да здесь чувство как будто бы не слишком жесткие по отношению к этому человеку нету сейчас вот той радости дату и наполненности которая была ту ли это человек не хочет чтобы вы проявляли уже к нему какие-то вот эти вот мягкие на женские свои какие-то качества потому что здесь парень на вы женщина парень и и мягкости не хватает на радости праздник какой-то легкости не хватает вот заботы понимаете как будто бы знаете вы его как ментально наказываете то есть а так ладно живи тогда как хочешь и все и вы сразу перекрыли все ему каналы то есть я не буду я тебе не заботиться если такой самостоятельный делай сам ну то есть вы тоже с достаточно жестко и жестоко я могу сказать поступаете то есть вот эти вот манипуляции либо будет так как я хочу либо вообще никак ну вот по отношению к этому человеку кажется что не совсем правильно ему не хватает знаете вот вы как будто бы играете да да у вас как будто бы больше власти над этим человеком и вы играете да ну здесь идут манипуляции манипуляции причем верой даже да то есть вы перекрываете вот эту вот поддержку вы не даете заботу поддержку вы не даете этому человеку просто потому что вы хотите выиграть в ту игру да вы сильнее а я как человек реагирует на нее а человек погружается сам себя безусловно да он он продолжает действовать в соответствии со своими желаниями да не то что он изменит как-то той на него не работает ли ваша манипуляция нет наоборот вы как-то вот знаете больше в нем вот этот вот такой его подорожить и больше надежды я не знаю то есть чем больше вы так себя ведете он отдаляется от вас быстрее хочет реализовать то что он хочет и не совсем правильную тактику выбрали знаете картинка такая очень интересным смотрите вот сидит охотник а здесь я не знаю наверное собака да на собаку больше похожи вот они за одним столом да вроде бы цель у охотника у охотника и у собаки от на этажа охотиться то есть цель как будто бы у вас одна но о том чтобы каждый к этой цели идет по-своему причем знаете так интересно над мужчиной образ кто это там козла ну скорее всего козел а у собаки и образ барана ну то есть это примерно одно и то же животное до рогатой ту и другое вот и только они по-разному вот вот здесь вот как-то так вы вроде бы хотите одного и того же только по-разному вы не видите какой-то общности что вы смотрите в одну сторону он в силу своего возраста как-то с вами поступает не совсем правильно запирает вас то есть вызывает вас понимаете какие-то вот эти ваши болезненные ощущения одиночество что я буду делать одна все такое вот и вы в нем вызываете какие-то свои все еще интересный такой момент нужны ли вам эти отношения такой вопрос микроса здесь неуместный но все же вам нужна новизна обновление обновление долгое время ничего не происходит вот вам нужно ваше отношение обновить конечно же они вам нужны не знаю может быть вам как-то надо разделить его путь не навязываться как-то разделить предложить а что если ну то есть делать то что он хотел бы то есть если допустим я хочу поехать он вам говорит я хочу куда-то поехать путешествовать да там я не знаю на кампинг как это называется на вот предложите ему свою кандидатуру а давай вместе поедем то есть вот здесь какое-то обновление нужно и вам им нужно и ему нужно по-новому вам нужно совершить какой-то прорыв здесь вот все настолько устоявшиеся настолько уже старое все вы как будто бы дошли до какого-то предела да то есть рамки настолько сузились вот эта вот удавка вокруг головы и вас и его что воздуха не хватает вы не можете вместе уже разделять общий быт и либо еще что это ну то есть кто-то должен уйти там либо вы либо он но этого можно избежать если все таки понять что путь то у вас один на один да то есть цель то одна в одном направлении смотрите только каждый тянет в разные стороны вот вам нужно пересмотреть и все-таки найти ваше единение с этим человеком как-то обновить свой путь и увидите ну вот это вот разнообразие перестать упираться до что-то что-то оставить позади да что-то уже умерло надо его оставить нужно я наш конечно нужны но в другом ключе уже как-то по-другому надо выстраивать отношения что поможет укрепить вам отношения давайте посмотрим что поможет надо принять какое-то решение касательно того что сейчас с вами происходит как это сделать вам знаете вам надо пообщаться да вам нужно пообщаться и как-то знаете прийти к тому что вот сообща вы можете что-то сделать намного лучше то есть не быть разрозненным да у тебя свое у меня свое да и не играть не в шахматы друг с другом кто кого победит наоборот как-то вот предложить усилить свои силы то есть я вот это внесу а ты в это и тогда вот ваши отношения они снова смогут возродиться ты обмен надо а правильный обмен у вас нету правильного обмена здесь стресс переживания волнения что является источником этого переживания но твердость да слишком твердо вот в самом начале показывали карта о том что вам не хватает какой-то мягкости слишком мы настаиваете здесь на своем нужно быть более мягче нужно быть как-то более гибкими что ли более пластичными вот так бы я сказала перестать воевать вот вы здесь воюете знаете даже иногда нужно отпустить человека да нужно отпустить то есть хочешь иди окей не надо манипулировать там мне плохо у меня там это сердце я не могу не покидай меня хочет идти иди отпустить этого человека а еще лучше пойти вместе с ним но не навязываясь а вы для себя тоже можете что-то открыть то есть пришло время уже как-то вот этого человека отпустить а вам поработать со своими собственными страхами со своими мечтами то есть вспомнить о себе этот человек знаете вот я говорю как будто бы ваш сын он уже вырос а вы это не осознали и у него уже свой путь а вам сложно это принять и вам нужно здесь переключиться на себя убрать внимание с него то чем он занимается что он что он хочет а посмотреть себя а я свои мечты реализовала а у меня ли все так как я хочу то есть свои собственные желания реализации причем здесь очень достаточно такие огненные у кого-то могут быть у меня такое ощущение что вот у вас какая-то либо давно не было мужчины либо отношений давно не было и поэтому вы в лице этого парня видите как будто бы замену своему партнеру да мужчине здесь такое вот ощущение просто как рекомендация не хватает сексуальной энергии ну может быть для кого-то элементарно не хватает секса желание остается либо сублимировать вот эту вот сексуальную энергию на построение что-то в своей жизни то есть однозначно заняться своей жизнью заняться тем что вас будет наполнять как будто бы вам не хватает своих а если бы у вас были свои отношения вы бы и этого человека отпустили в свободное плавание давно то есть вам было бы чем заняться да то есть проще говоря чтобы вы понимали да мы сублимируем энергию одно в другое но здесь в данном случае заняться собой да своими мечтами то что вы хотели когда-то в детстве а не видеть в нем там мужа или еще что-то ну то есть у него другая роль здесь чувство такое что вы немножечко перепутали роли да вам нужно конечно вам нужно заняться творчеством творчеством заняться тем что вы хотите своими собственными желаниями тогда вам вернется бумеранг с результатами того что вы хотели ну такая вот у нас была третья позиция мне кажется из из всех трех она достаточно такая позитивная ну вот чисто такая семейная да без там дальних родственников и так далее и так далее я благодарю вас за внимание троечи да по картам такая стопочка самая большая получилась прощаюсь с вами до новых раскладов напоминаю что любые комментарии вы можете писать в разделе сообщества на главной страничке последним постом я с вами прощаюсь пока пока